Всем добрый день, здравствуйте! В эфире КФУ Лайф, я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. Сегодня у нас вновь представители Института вычислительной математики и информационных технологий. Долго времени тянем, с вашего позволения представлю спикеров, которые будут сегодня отвечать на ваши вопросы. Антон Александрович Егорчев, первый заместитель директора Института. Антон Александрович, доброго дня! А также Дмитрий Николаевич Тумаков, заместитель директора по науке. Дмитрий Николаевич, вам тоже добрый день! Здравствуйте! Что ж, последний день зимы, радостное событие с прошедшими вас праздниками, с 23 февраля с Масленицей. И давайте, получается, закрывать зимний сезон и отправлять наших абитуриентов в нужное русло. Как раз-таки весна, все расцветают, все смотрят, что куда пойти. И начнем, как обычно, по традиции, с водного слова. Кто начнет? Да, я тогда начну. Да, сейчас действительно самая пора. Обычно зимние сезоны, они такие более спокойные, все еще отходят от Нового года. А вот сейчас уже март, апрель, май начнется уже борьба за места. Я тогда сразу, если скажу, такие вот нововведения, с них начну. В этом году у нас приемная кампания начинается раньше. Это касается поступления в магистратуру. В магистратуру в этом году можно конкретно к нам в КФУ сдавать досрочные экзамены, начиная еще с мая. То есть, да, это такая вот свежая информация. Подача заявлений начинается в бакалавриат, в магистратуру с 20 июня по 25 июля включительно. Причем 25 июля по текущей информации до 12.00 документы подаются. Дальше уже все. Поэтому сегодня мы расскажем про наш институт. И всем хочется пожелать удачи абитуриентам с поступлением и, соответственно, следить за изменяющимися датами. Потому что система становится все более совершенная. Необходимо следить за информацией. А если не секрет, с чем связано то, что на магистратуру можно уже раньше подавать? Это такое общее изменение в КФУ. Мне кажется, это связано как раз таки с тем, что это именно рационально. Потому что магистры, они уже вот последние полгода, когда они учатся, у них уже достаточно мало пар. И они все это время занимаются, по крайней мере, у нас именно проектной деятельностью. Ой, извините, я покажу про магистратуру. Соответственно, бакалавриат очень так же. То есть, занимается бакалавриат проектной деятельности и уже готовится к поступлению в магистратуру. То есть, они вот уже сейчас сидят, ждут и знают, что хотят в магистратуру. То же самое в других институтах. То есть, абитуриент уже практически с зимы, с весны знает, куда он пойдет. Ну или, по крайней мере, выбирает между несколькими местами. Я думаю, что это как раз таки для разгрузки, потому что конкурс у нас очень большой. На экзаменах, вот, например, у нас там на бизнес-информатику 120 человек пришло на экзамен. Время проверки, то есть, например, занимает до трех дней. То есть, даже вот иногда до пяти дней. То есть, абитуриенты сидят, ждут. Сейчас есть возможность. То есть, это не поступление именно, это именно сдача экзамена. То есть, экзамены начинаются в магистратуру уже с мая. То есть, с мая по июль включительно, уже не август. То есть, идут экзамены в магистратуру. То есть, абитуриент заранее сдает, заранее видит. Он поступает, не поступает сюда. И имеет возможность смотреть, например, другие направления. То есть, для абитуриентов это только проще. Не так, что они бегают, подали все заявления, и с 25 июля начинают неделю бегать, везде все сдавать. Нет. То есть могут спокойно сдать заранее и, например, быть уверенными, что поступит. Например, набрал человек 90-100 баллов, но, скорее всего, уж поступит. То есть это такое облегчение получается абсолютно для всех, и для приемной компании, и для студентов. То, что он может раньше начать сдавать экзамены, приемная компания раньше начать проверять, чтобы не пересекалась с бакалаврами. Потому что лето, сами знаем, здесь работы очень много. Здесь иногда даже бывает, что круглыми сутками у нас во втором корпусе сидят и обрабатывают все документы. Бывает это слово даже не совсем правильно. Круглыми сутками сидят и обрабатывают каждую приемную компанию, потому что конкурсы очень большие. То есть КФУ, университет солидный, популярный. У нас, соответственно, вот конкретно на наш институт конкурс с каждым годом все растет. То есть если два года назад у нас конкурс был, сейчас скажу, там 10,5 тысяч заявлений, в прошлом году уже 11-12 тысяч заявлений. И это на 250 бюджетных мест. То есть конкурс порядка 46 человек на место. Очень сильно. Ну, дай бог, чтобы сохранилась такая тенденция и приумножалась. Пойдем по вопросам. Есть те, которые у нас повторяются из предыдущего эфира, есть и новые вот наших абитуриентов. Я напомню, уважаемые абитуриенты, то, что по ходу нашей программы вы можете писать свои вопросы в плеер к нам в прямой эфир. Самые интересные, самые такие огненные мы обязательно зададим. Сколько заявлений можно подать при поступлении? Первый вопрос звучит так. При поступлении можно подать до пяти заявлений на различные направления. Опять же, необходимо следить за информацией. Система каждый год модернизируется. Но вот я даже к предыдущему добавлю, может быть, не все были в курсе абитуриенты, ну да, тем более сейчас новые абитуриенты. В системе абитуриент вы можете регистрироваться заранее, еще до 20 июня. То есть никто это не запрещает. Вы можете зарегистрироваться, уже подготовить свои заявления и вот прямо 20 числа подать. То есть это всегда можно было сделать, просто экзамены назначались позже, чем подача заявлений. Сейчас, по сути, это пересекается для магистратуры. Подача заявлений и, соответственно, сдача экзаменов, которые можно даже досрочно сдать. Заявления, да, то есть на текущий момент до пяти заявлений на различные направления, это на бюджет. На контракт надо смотреть. В этом году не знаю точно, но тоже было пять. То есть пять и пять. Хорошо. Углубляемся в направлении вашего института. И вопрос следующий. Чем отличается фундаментальная информатика, информационная технология и информационные системы и технологии? Здесь, Дмитрий Николаевич, расскажете? Ну, может быть, да. Ну, конечно, вот сейчас тоже с Нового года там могут быть некие новые введения. Это надо смотреть по учебным планам, большому счету. Ну, фундаментальная информатика там несколько посложнее, вот так, если сказать, в общем. Ну, а дисциплины базовые, то есть я сейчас точно, конечно, не скажу. То есть, в принципе, последовательность действий следующая. А на сайте можно отыскать нужную специальность по направлению, посмотреть, и там есть все курсы и дисциплины, что будет. А вот так вот в двух словах, может быть, сходу не скажешь. Ну, по итогу, выпускник одного направления и другого. Да, здесь тогда я дополню. То есть, на фундаментальной и на информационной системы технологии. На информационных системах технологий там готовят, как Дмитрий Николаевич говорит, более сложно. С его точки зрения по науке на фундаментальной информатике там будет более сложно, потому что там будет более глубокая математика. На информационных системах технологий там есть такие направления, как веб-разработка, мобильная разработка. То есть там все, что больше связано с программированием. Это не значит, что там будут заниматься только прикладным программированием. То есть там же занимаются, например, лингвистической обработкой текстов, искусственный интеллект, связанный с обработкой речи. То есть там это все есть. Но конкретно вот фундаментальной математике и информатике, да, то есть у нас направления, они базовые, естественно, первые два года более-менее похожи, а дальше вот уже расходятся совершенно по разным направлениям. То есть фундаментальной математике и информатике там будут готовить, человек уходит к расплатформным программистам, например, с таким упором на алгоритм, на математику. На информационных системах и технологиях, да, тоже есть возможность заниматься наукой, но вот в таких областях именно обработкой текстов, это разработка информационных систем, то есть в основном, конечно, да, в основном выходят веб-разработчики по разработке информационных систем. Полную информацию, разумеется, можно найти на сайте. Да, конечно, там прямо полные учебные планы находятся. Я еще тоже это подчеркиваю, что каждый год вносятся некоторые это коррективы, и поэтому в планах может идти это изменение. То есть самый новый будет вот сейчас условно на сайте. То есть даем совет абитуриентов, следите за сайтами, там все самое интересное, там все самое новое выкладывается и свежее. Продолжим, следующий вопрос. Какие направления мне подойдут, чтобы стать IT-специалистом? Очень нашумевшая тема. Да, вообще, то есть IT-специалист сейчас, да, такой очень широкий, то есть если раньше можно было говорить человеку программист, он занимается программированием, сейчас нет. IT-специалист — это настолько широкое понятие, то есть о кем человек хочет стать. То есть если он хочет быть, опять же, программистом мобильных приложений, веб-разработки, здесь, опять же, здесь можно идти на информационную систему технологий, можно идти на прикладную информатику. Если у человека предрасположенность к алгоритмике, к обработке данных, хочется ему заниматься машинным обучением, машинным зрением, заниматься сложной математикой, матмоделированием, это, думаю, на прикладную математику, где как раз Дмитрий Николаевич заведующий кафедрой. Вот фундаментальная информатика, я уже говорил, то есть там, соответственно, в основном на веб-уклон идет. Бизнес-информатика — это вот как раз-таки вообще отдельная отрасль, где у нас готовят бизнес-аналитиков, дата-циенсистов, все, что сейчас, опять же, модные нашумевшие слова, профессии, это на самом деле уже давно существует, но сейчас вот такую вот актуальность. То есть у нас в институте по бакалавриату 7 направлений бакалавриата, 14 направлений магистратуры, извиняюсь, уже 16 направлений магистратуры. Соответственно, институт большой, мы готовим по всем направлениям, у нас нельзя найти того направления в IT-области, как это называется, куда бы мы не подготовили. То есть кроме этого, нужно сказать, что кроме самих направлений, где бы человек ни учился, у нас есть учебные лаборатории, лаборатории мобильной разработки, веб-разработки, кроссплатформной разработки, алгоритмической разработки, машина в обучении, машина в зрении. То есть, опять же, все, что интересно, вот не упомянул, да, еще проектного управления, то есть где мы собираем команду студентов, они под руководством опытных программистов учатся различным ролям. То есть, в процессе того, как они выполняют свои дипломные, курсовые работы, проходят практики, они проходят как на реальном предприятии. Все вот это. Затронули тему бизнес-информатики, как раз таки в следующем вопросе она у нас есть. Расскажите поподробнее про направление бизнес-информатика, чему обучаете студентов по данному направлению и где работают его выпускники? Да, по бизнес-информатике у нас последние два года особенная активность. То есть, были переработаны учебные планы, потому что сейчас бизнес-информатика одно из самых популярных направлений. Связано это и с последними событиями, с тем, что сейчас 1С – это, в принципе, единственное программное обеспечение, которое остается на всех предприятиях для управления как всей бухгалтерской учетностью, так и, соответственно, управления всем предприятием. То есть, ERP-системы – это, опять же, сейчас все на 1С идет. Да, то есть, сразу отвечаю про то, что на бизнес-информатике, если из языков программирования смотреть, там и C++, и Python, и другие, но, конечно же, основным там является 1С. Если раньше там программисты говорили, что 1С – это, может быть, даже не язык какой-то, то есть, вот такой вот встречаешься, сейчас нет. То есть, 1С – это полноценный язык, на котором можно писать даже мобильные приложения. То есть, тем, кто вот так вот считает, я советую более глубоко изучить, погрузиться, что это сейчас не просто язык даже, это целая экосистема. То есть, на нем можно делать все. А вот конкретно на бизнес-информатике в бакалавриате мы готовим как раз программистов, специалистов для работы с различными экономическими системами. Потребность в них огромная. Можете зайти на HeadHunter, на другие сайты с поиском работы. Висят вакансии, висят очень высокие уровни заработных плат. А вот конкретно в магистратуре, здесь тоже связано с бизнес-информатикой, но здесь мы готовим руководителей. То есть, здесь руководители, кроме этого, специалисты по Data Science. Конечно же, магистратура, она всегда в основном направлена в науку, чтобы была некая научная визна. Но конкретно в бизнес-информатике здесь это такая новая ступень, скажем так, полное образование, потому что бакалавриат, оно все-таки 4 года там, можно сказать, таких вот. И вроде бы человек еще и не специалист, который 5 лет учится, но бакалавр, который способен работать программистом. После окончания магистратуры человек более глубоко углубляется и становится, например, не джуном, как после бакалавриата, а вот в процессе учебы может стать медлом или вот уже сеньором. То есть, таким вот серьезным программистом. Заговорили про научную деятельность у нас. Что интересно, сегодня хорошо идем, ваш ответ заканчивается, и он как раз-таки плавно переходит в следующие вопросы. Как организована научно-исследовательская работа у студентов? На это больше, наверное, Дмитрий Николаевич к вам. Ну, в общем, да. Но в основном, когда студент поступает после школы, если так, как бы сначала начать, взять, то первые два года это все-таки идет подготовка базовая, то есть это базовые курсы по математике, IT. Вот с третьего курса уже есть первые шаги по наученным исследованиям, курсовые и так далее. Работа может быть во всевозможных НИЛах, участие в проектной, скажем, деятельности тоже. Вот. А к четвертому курсу уже может быть, что у студентов могут быть первые статьи. Вот. Но это все равно пока студент 4 года первых, это уровень еще достаточно такой, в общем-то, низкий, то есть тут мало студентов, кто может как-то вот особо похвастаться. А вот уже магистратура, там уже с первого года ставится четкая тема научного исследования, и вообще говоря, предполагается, что к концу двух лет уже будут статьи, ну, минимум, ВАК может быть в журналах и так далее. То есть здесь уже два года помимо посещения пар и занятий, в общем-то, идет достаточно существенная научная деятельность. Я бы так бы сказал. Хорошо. Продолжим научный блок. У нас есть уже вопросы в социальности ВКонтакте, но прежде давайте закончим. Какие у вас есть студенческие научные кружки? Да, здесь я расскажу. Я как раз вот уже упоминал то, что вот кружками называется, на самом деле это не совсем уже кружки. Во-первых, сразу расскажу, у нас есть олимпиадный центр по подготовке к олимпиадному программированию. Это один из лучших центров в России, я бы даже сказал, один из передовых в мире, потому что наши студенты последние несколько лет выходят на финал чемпионата мира, то есть они занимают места на четвертьфинале, полуфинале и в итоге выступают во финале, где, соответственно, тоже, ну, таких на хороших местах находятся. Таких студентов, кто участвует вот в этом олимпиадном кружке, в олимпиадном центре, их сразу примечают все крупные компании, это такие, как Яндекс, Мэйл, и стараются у нас их забирать еще до поступления в магистратуру. Вот, мы, конечно, тоже стараемся студентов удерживать, совместно работать, потому что это наши партнеры, с которыми мы работаем, им тоже интересно, чтобы студент находился у нас, доучивался, например, в магистратуру и дальше уже к ним шел. Вот, далее, вот те лаборатории, которые я перечислял, то есть это и есть студенческие кружки. На самом деле студентов мы зовем прямо вот с первого года, то есть для тех, кому это интересно, мы не отказываем. То есть, хочешь прямо в первый год идти в лабораторию, да, тебе выдадут задание, будет темлит, программист, и, соответственно, вы можете сразу начинать изучение той темы, которая вас интересует. То есть это не только прикладные разработки, это и различные алгоритмические, математические разработки. То есть, например, это может быть различная работа с машинным обучением, с машинным зрением. Вот конкретно я директор научно-исследовательского центра специальной братотехнике и искусственный интеллект. Там у нас студенты занимаются, то есть есть проект по разработке серии беспилотных тракторов. В прошлом году, например, это было сделано силами и сотрудников, и студентов. Мы разрабатывали малобеспилотный трактор. В этом году мы сейчас уже приступили к разработке среднего трактора, трактора средней тоннажности. Проектов, на самом деле, очень много различных. Параллельно ведется для всех, ну вот не буду опять перечислять, для всех находится свое направление. То есть эти кружки у нас, получается, они идут как внеучебная деятельность, ну имеется в виду, не стоит в расписаниях. Туда может прийти любой желающий, то есть это недобровольно, принудительно, и там работают над реальными проектами, которые потом в жизнь воплощаются. Да, конечно. Но студенты, во-первых, все те, кто поступают, они все уже хотят быть программистами, они хотят заниматься реальными проектами, уже начиная там с первого, со второго курса. Сразу скажу, да, то есть в большинстве случаев это начало третьего курса, действительно, потому что у студентов базово не хватает знаний, чтобы, ну вот тем же машинным зрением заниматься. Это же не в игрушки играть. То есть если кто-то в школе занимался там каким-то машинным зрением, где надо поднять библиотечку, ее запустить, запустить роботикой игрушечного лего, то есть это один уровень. Здесь надо понимать, что в реальных работах, а мы работаем с реальной промышленностью, у нас есть реальные заказы, с которыми мы работаем, мы туда, соответственно, студентов и привлекаем. То есть это совершенно другой уровень работ, там достаточно сложная математика. То есть сразу надо сказать, что чем мы отличаемся там от других IT-институтов, у нас уклон именно в математику. Математика это не та математика, которая в математических институтах. Это математика, связанная с программированием, с сложным программированием, с большими данными, опять же повторюсь, с машинным обучением, с машинным зрением, с нейросетями, с обработкой цифровых сигналов, например. Но студенты, скажем так, всегда с удовольствием идут. Это не принудительное, это всегда добровольное. То есть желающих хватает. У вас в институте получается нет такого, что появляется студент на первом курсе и спустя два месяца, куда я попал, что я тут делаю. Таких не встречается. А знаете, это ведь на этапе отбора уже видно. То есть нет, таких не встречается, потому что балл проходной достаточно высокий. То есть опять же 10 тысяч заявлений, 46 человек на место. Люди понимают, куда они подают. Потому что оригинал сейчас подается только в один университет. Уже второй год такая система, поэтому если абитуриент куда подал оригинал, скажем так, у него пути практически обратно нет. Опять же приезжать, забирать оригинал, куда-то в другой город перевозить, это затратно. И нужно сразу сейчас для себя определяться, куда вы действительно хотите поступать, чтобы не ездить потом по городам. То есть по опыту прошлых лет, если у вас больше 250-260 баллов, смело можете подаваться к нам. То есть если пониже, ну это на бюджет, если пониже, подавайте на бюджетный контракт. То есть может вполне повезти, всегда какие-то студенты могут в какой-то момент, например, оригиналы забирать. Поэтому балл проходной может быть и ниже. То есть, например, до 240 на некоторых направлениях. На некоторых, как бизнес-информатика, сразу студенты сейчас будут следить, там от 290 и выше. То есть здесь надо смотреть по направлению, как там соответственно ситуация. Мы проговорили уже про Олимпиадный центр, точнее затронули эту тему. Давайте подробнее о нем расскажите, что он на себя представляет. Да, Олимпиадный центр у нас занимается не только со студентами, но и со школьниками. Со школьниками конкретно у нас IT-лицей и школа Лобачевского. Дальше, когда абитуриенты поступают, даже если они учились в каких-то школах в других городах, принимаются все свободно. То есть всех обучим олимпиадному программированию. То есть это именно программирование с уклоном на алгоритмику. Даже если человек, скажем так, не собирается в будущем это применять, это очень хорошо, скажем так, развивает. И кроме того, участие в различных олимпиадах, даже если вы там не занимаете места, вы себя навсегда вписываете в те списки, в которых находятся олимпиадники. То есть компании за этим следят. Когда вы подаете резюме, либо же они, ну чаще всего они просто сами отслеживают и сами предлагают работу. Это неважно, даже заняли вы первое, второе, третье место. Вы в олимпиаде участвовали, результат некий показали. Скажем так, это значит, что вы уже лучше тех, кто там не участвовал. Перейдем к вопросу, который был задан у нас в прямом эфире в нашем плеере. Здравствуйте. Какие перспективы у выпускников программы анализ данных и его приложения? И насколько сложно будет осваивать данную программу выпускнику неинститута вычислительной математики? Так, анализ данных. А, КДТП. КДТП. Да, то есть это уже название именно профиля. Это не направление, это профиль. Это у нас профиль бизнес-информатики, правильно? То, про что я рассказывал. Прикладная математика и информатика. Это математика и информатика? Скорее всего там, да. Анализ данных. Да, это получается профиль магистратуры. Ну, в магистратуру, скажем так, в магистратуру идут те, кто хотят повысить уже свой готовый уровень. То есть туда нельзя на направление прийти там, скажем, с нуля, не знать совсем программирования и поступать. Да, то есть приходят на самом деле с разных направлений поступать. Но конкретно в анализе данных, как и в остальных направлениях, то есть что ждет? Ждет то, что, соответственно, человек защитит магистерскую диссертацию, получит, соответственно, степень магистра за это время. То есть нужно смотреть учебный план, но там по-прежнему будут дисциплины, связанные с анализом данных, с обработкой информации, связанных с программированием. Сложно ли учиться? Ну, у нас везде сложно учиться. То есть у нас нет направлений, где легко учиться. Хорошо, продолжим по вопросам, которые у нас ранее приходили. Поговорим про как раз таки магистратуру. Вопрос следующий. Много ли ваших студентов затем поступают в магистратуру? Как раз таки еще обращаемся к тому, к той фразе, которую вы сказали, что компании уже стараются к себе переманить еще до поступления в магистратуру. Да, да. Но сами компании, они тоже по-прежнему понимают, что им нужны студенты не с бакалавровским образованием, а с магистрским. То есть крупные компании, они все равно, скажем так, знают и на этом тоже играют. Понятно, что у бакалавра зарплатный чек будет ниже, чем у магистра. То есть в любом случае это выгодно, как и компаниям, если вот так вот ниже будет. Но им еще и выгоднее получить грамотного специалиста. Поэтому с компаниями мы работаем, мы с ними сотрудничаем. У нас проходят с компаниями стажировки вот конкретно в апреле. 6 апреля у нас запланирован день Яндекс. То есть Яндекс к нам приезжает, студентам тоже рассказывает про свои стажировки. Ну, соответственно, старшекурсники в основном интересуют, будут к себе заманивать. Но мы с ними тоже всегда обсуждаем со всеми компаниями о том, что о совместных образовательных программах, чтобы они тоже сюда, соответственно, вкладывались, прислали своих преподавателей, проводили лекции. То есть опять же, вот 6 апреля будет лекция от Яндекс. Вот, поэтому, ну, конкурс магистратур достаточно большой. Туда идут много и наших студентов, и много не из нашего университета. То есть там заявлений, конечно, не 10 тысяч, как на бакалавриат, но получается, что вот, например, если на одно направление там 25 мест, до 150 заявлений там будет. Ну, то есть настолько тесно сотрудничаете, что сами компании не ставят палки в колеса. Это здесь хочется сравнить с моим направлением журналистика. У меня очень много знакомых есть в других регионах, где приходят различные телекомпании местного, там, значение там, республиканские, краевые, областные, и просто перетягивают к себе студентов по такому признаку, то, что мы тебя быстрее там научим, нежели ты тут будешь сидеть. То есть у вас такого тут, естественно, нет. Нет, знаете, такого не встречал, потому что мы бы с такими компаниями даже бы не сотрудничали. То есть компании как-то более адекватны. Вот с кем мы работали последнее время, если из крупных, это Сбер, это Тиньков, это вот Яндекс сейчас получается. То есть такого вообще нет. Компании сами хотят приехать, про все рассказать, чтобы мы студентов дообучили. То есть мы с ними очень много про образование разговариваем. Как бы нам учебный план изменить, как бы нам подстроить, как бы они могли помочь своими преподавателями, например. Или чем, соответственно, они могут помочь, чтобы мы подготовили специалистов под новые, под актуальные области, которые появляются. То есть мы заранее анализируем, заранее смотрим, какие в перспективе есть вакансии, какие есть, например, даже новые вакансии, и под них готовим. То есть это еще связано, наверное, с разработками и с планами той или иной компании. То, что мы планируем в следующих годах развивать такое-то, такое-то, нам нужны специалисты, которые вот это умеют, и учебный план, естественно, модернизируется под заказчиком. Да, совершенно верно, потому что идти компаниям, обучать студентов, это тоже такое, ну, недешевое удовольствие. То есть это достаточно такая у нас стандартная схема, когда компания выходит на нас, это скорее так, и мы, соответственно, договариваемся, как мы готовим, как мы дальше сотрудничаем. То есть зачем им у себя учить, если мы можем у себя выучить, соответственно, студентов, то же самое, например, с компанией 1С. То есть вот эта магистратура по бизнес-информатике, это у нас сейчас совместная магистратура. То есть мы ее ведем, соответственно, и студенты уже, будущие работники уверены, что они уже трудоустроятся, уже будут работать в хорошей профессии, в хороших условиях. И компания знает, что мы, соответственно, будем поставлять из новых сотрудников. Замечательно. По практике поговорим, где студенты ее проходят. Уже парочку компаний назвали, но по другим, может, направлениям есть какие-то другие отрасли в практике. Да, да. Практику студенты, да, проходить могут как в компаниях, так и вот у нас деятельность, которая ведется в рамках лабораторий. Мы заключаем договора с компаниями на выполнение различных работ. То есть это могут быть те же самые роботы, беспилотные трактора, все, что с центром связано. Это могут быть различные программные обеспечения, ну вот я из последних просто называю, на обработку медицинских изображений, то есть чем студенты работали, на анализ данных, анализ звуков. То есть студенты находятся у нас в лаборатории, но при этом они работают по техническим заданиям компаний, причем наиболее активных студентов принимаются на работу, то есть они не просто так вот выполняют дипломную работу, то есть человек одновременно проходит практику, пишет дипломную работу, еще и получает зарплату. Вот, то есть, соответственно, это такие наиболее активные студенты, вот я всегда говорю активные, то есть тут надо говорить про способности, нет, если вы хотите, вы прям приходите с первого, со второго курса, мы вас научим, вы к третьему курсу уже будете работать, вы уже будете получать зарплату, как программист, будете уже работать над реальными проектами. Те, кто на третьем, на четвертом курсе не работают, ну таких у нас мало, но это скорее те, кто и почему-то вот нет желания на первом, втором курсе такого, скажем так. То есть можно еще сказать, что есть у студентов право на ошибку при обучении, при прохождении практики? Право на ошибку в каком плане? Ну, имеется в виду в самой работе, то есть можно не бояться то, что ты совершишь какую-либо ошибку, тебе в любом случае помогут, не так, как, например, в компаниях. Нет, конечно, конечно, здесь всегда к студентам представлен не только научный руководитель, то есть если вот в рамках лаборатории, например, выполнять эта практика, здесь есть еще и опытный программист Team Lead, который за этим за всем следит. Да, то есть мы прекрасно знаем то, что в компаниях нет времени и не объяснять, вот ты совершил ошибку, тебя просто отругали и все. Да, причем это же там, у программистов все проще, то есть когда вот тоже программистов обучаешь, то есть на каком-нибудь профессии, например, ты вытачиваешь, вытачиваешь деталь, у тебя не получилось. В программировании все проще. У тебя ошибку выдало, не получилось, ты исправил, выдало, исправил, так по несколько раз в день. И в итоге продукт получается. То есть это все должен быть вот грамотный Team Lead, грамотный project-менеджер, который есть, который контролирует весь процесс. То есть ошибка у программистов – это нормально. Это программа, соответственно, здесь ничего не будет. То есть это… Ну, у нас есть правда вот лаборатории-то, связанные с низкоуровневым… Я, кстати, ни разу не сказал, что у нас есть лаборатории, связанные с низкоуровневым программированием. Кому интересно, это проектирование плат, это программирование плат. То есть железом мы полностью сейчас занимаемся. Есть те студенты, которым это интересно. Вакансий – море на самом деле. То есть такие специалисты, особенно сейчас, очень нужны те, кто разбираются в железе, те, кто могут программировать железо. Из языков – это языки CC++, то есть на них это все программируется. Вот здесь вот, конечно, да, здесь ошибка может стоить сгоревшей платы. Но, тем не менее, соответственно, мы обеспечиваем полный учебный комплект с тем, чтобы с этим можно было работать. То есть как бы есть расходники, есть учебные материалы. Ну, это нормально. Лучше сделать эту ошибку в университете, если на производстве. Латте, чем потом на реальном производстве, да. У нас осталось парочка вопросов. Они уже такие более общие. Следующий звучит так. В чем уникальность образования именно в вашем институте? И здесь я добью этот вопрос, кроме того, что обычно говорит Дмитрий Евгеньевич, у нас очень сложно учиться. Да. В чем уникальность? Уникальность в том, что действительно мы достаточно крупные. У нас практически есть все направления, и да, у нас сложно учиться, у нас сложная математика. В чем похожесть? То есть, если брать, можно открыто сказать, то есть, куда студенты ищут в Татарстане. Студенты в Татарстане смотрят и в МИД, и ТИС, и на полис в основном. Правильно? Вот. Проектная деятельность, в принципе, везде есть. Так? Вот. Но у нас, опять же, у нас огромное количество направлений. Можно выбрать из любого из этих направлений. У нас очень большой штат, как профессорско-преподавательского состава, так и большой штат программистов. То есть, у нас прямо сидят, работают программисты. Вот. Под их руководством. То есть, я бы сказал так, что это такая уникальная фишка, что студенты, не идя куда-то на предприятие, на практику. Опять же, затрагиваем практики. Находятся здесь, в университете. И они находятся не в учебной аудитории, когда они это все делают. То есть, у нас есть один квадратный километр современного каворкинга, куда приходят студенты, где они занимают этим проектом. То есть, они приходят как на реальную работу в университет. Еще, я повторюсь, наиболее активные начинают еще и зарплату получать. То есть, не повышенную стипендию, а устраиваются на работу. Это возможность третьего курса у нас. Вот. То есть, студенты могут как заниматься учебой, и все все успевают. То есть, некоторые задают вопросы. Вот, по-моему, на предыдущих разах кто-то вопросы задавал о том, что можно ли успеть. Да, можно успеть. Вот, может, один открыт в двери задавал, не помню. Да. То есть, посмотрите на студентов. Они же учатся. Они успевают и проектами заниматься, и теоретическую часть сдавать, и экзамены сдавать. Вот. Обычно те, кто ходит в лаборатории, скажу так. Вот некоторые говорят, возможно, сложно, я тут не успею в лаборатории. Те, кто в лабораторию ходит, они и тут на отлично сдадут. И тут все сделают. То есть, на самом деле, вот как себя настроишь, если хочешь быть программистом, в принципе, надо сразу предупредить, что программистская жизнь, она такая. Она и дневная, и ночная, и хобби это программирование. Кстати, про хобби никто ничего не скажет. У меня как раз таки мысль появилась. Я сам придерживаюсь такого мнения, что для меня самая лучшая работа, это та, которая по ощущениям как хобби. Да. Например, вот сейчас я понимаю, что мне эта работа нравится, я люблю вести программы и заниматься журналистикой. То есть, у программистов то же самое. Я вот здесь, да, упомяну, у нас вот тем лид, кто по веб-программированию, все дело в том, что днем он, соответственно, программирует, иногда ночью тоже программирует рабочие, но если у него появляется свободное время, он пишет собственные веб-сайты. Просто собственные, не по заказу, а вот хочется ему вот такой сервис написать, он его пишет и в бесплатный доступ публикует. Замечательно. Замечательно. Финальный вопрос. Когда у вас пройдет очередной день открытых дверей? Дни открытых дверей. Ну вот сегодня в 6 часов вечера пройдет такой вот короткий день открытых дверей по Zoom онлайн. День открытых дверей очный, он пройдет в апреле, то есть здесь следите за сайтом, за конкретной датой. То есть у нас пройдут в марте, в апреле и в мае. Ну, соответственно, также в июне проведем. Вот именно очный большой он в апреле. Хорошо. Надеюсь то, что абитуриенты запомнили и будут следить за сайтами и за обновлением информации. На этом все. У нас все вопросы подошли к концу. Большое спасибо, что на них ответили. Пару минут у нас остается. Есть ли что добавить к ранее перечисленным темам или что-то может не досказали нашим абитуриентам? Пожалуйста. Я, пожалуй, всем абитуриентам пожелаю удачи в этом году. Я сам всегда слежу за тем, какие задачи по каким дисциплинам в этом году на едином государственном экзамене. Знаком с изменениями задач. Хочу сказать, что в этом году, на мое мнение, ЕГЭ стало сложнее. Поэтому всем хочется пожелать удачи, хорошо подготовиться. Опять же, независимо от ЕГЭ, балл проходной у нас всегда высокий. Но мы ждем всех тех, кто хочет стать программистом, кто готов к сложностям в учебе. Не просто на курсах отучиться, где обещают, про это тоже не упомянули, все вот эти курсы, которые обещают за три дня, за 30 дней стать программистом. Нет, это невозможно. Нужно отличать программиста от кодера. Вот мы готовим не кодеров, мы готовим именно программистов, которые востребованы, которые гарантированно будут трудоустроены. Либо которые, если кто захочет, можно дальше пойти в науку. Вот мы сегодня еще аспирантуру не упоминали, у нас есть замечательная аспирантура, где мы готовим и научных сотрудников. Вот, поэтому всем еще раз пожелаю удачи на экзаменах и будем ждать ваше заявление в наш институт. Дмитрий Николаевич? Я бы, может быть, сказал бы то, что нужно воспользоваться то, что в этот год можно в магистратуру уже поступить. В мае практически это такое достаточно… Экзамены сдать. Ну да. Ну и в принципе уже и поступить, наверное, нормально. Нет, нет, экзамены сдать. В мае и уже знать, по крайней мере, баллы точно. Это уже легче. То есть можно сдать экзамены и знать баллы. Поступить, конечно. То есть это когда все уже сдадут тоже в июле. Но, по крайней мере, опять же, если вы знаете, что у вас балл высокий… Да, то уже можно быть спокойно. И условные цифры можно посмотреть то, что было в прошлый год. Примерно те же самые по баллам и поступают. Вот профи для магистратуры сдай в мае, узнай то, что ты проходишь и отдыхай летом. Ну да, да. Увидимся в сентябре. Это вообще замечательно. Пришел, сдал там на 90 на 100 баллов. Ну или сдал там на 40 баллов. Тоже знаешь, что как бы это… Ну да, я прохожу и курорты Краснодарского края ждите. Я не прохожу. Что ж, благодарю вас за то, что нашли время к нам прийти. Еще увидимся. У нас достаточно много времени. С одной стороны, достаточно мало времени. С другой стороны, до начала приемной кампании. Обязательно поговорим еще про другие направления, более углублено, и про аспирантуру. Да, конечно. Спасибо большое. Это был КФУЛайф для Института вычислительной математики и информационных технологий. Поздравляю вас с наступающей весной. Всего вам наилучшего и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok